Какой идиот будет покупать? Зайчик нервничает, потому что ралли уже близко. Яночка, ралли это миф. Ты говоришь, компания Apple перегрета? Появилась самая дорогая компания в мире. Я тебе не верю. Снег падает, газ падает, блядь. Трамп его держит. Василий, зайка, чем ты опять занимаешься? Не видишь? Рынки разворачиваю. Ты думаешь, поможет? Слушай, если это не поможет, куплю бубен и с шаманами поеду на Уолл-стрит. Это шоу «Деньги не спят от Тинькофф Инвестиций». И с вами вновь Василий Олег и очаровательный Ян Азевич. Поехали. Итак, друзья, начнем со звездного портфеля. В прошлом эфире он в нашей студии был гость, звезда Ютуба, Стас, канал «Ай, как просто». Он порекомендовал, в принципе, и сам купил акции компании AMD, которые за неделю прибавили еще 2,3%. Но вот смотрю, с Яндексом ему не очень повезло, минус 2,6%. Их он взял исключительно в качестве шутки. А вот что касается AMD, мне же было ой, как сложно в прошлом эфире. Я погрузилась в эту тему и узнала о том, что компания AMD будет выпускать в 2021 году уже 5-нанометровые техпроцессоры. А помогать ей в этом будет TSMC. Именно поэтому бумаги на этой неделе продолжили свой рост. А вот самое забавное – это компания Intel, лидер на рынке микроэлектроники. Они, к сожалению, пока только 10-нанометровые решения разрабатывают, чем портят себе перспективы бизнеса. Яночка, это, конечно, круто разбираться в бизнесе компании, разбираться особенно в технологиях, в процессорах, во всем. Но понимаешь, цена акций не всегда зависит от продукции, которую производит компания. Какая бы она была крутая, но акции зависят от многих факторов. Вот посмотри, конец 2018 года. Надо было эту историю показать и объяснить тоже Стасу. Падение акций AMD на 50% за один квартал. Акции микрона тогда упали на 60%, Intel упал на 40%. А все почему? Тогда упал весь рынок. Что микропроцессоры протухлись, просто на них упал. Если ты спрашиваешь меня, то это сделал ФРС. Ну, ты-то, конечно, знаешь. Американский регулятор. Такие, как Стас, не знают, что ФРС переборщил немножко с повышением процентных ставок и обрушил рынок. Поэтому, конечно, бизнес бизнесом, процессором процессором, но надо глобально изучать, что происходит на финансовых рынках. Вернемся к моему портфелю. Здесь за неделю практически нет никаких изменений, но я убрал несколько позиций. Продал акции компании Chespeak Energy. Компания выстрелила за 3 дня на 20%. Я продал ее, правда, в маленьком плюсе, плюс 5% всего. Потому что у меня два единорога. Я ставил второго. South Western Energy. Это тоже газовый гигант. И уж если дела в этом секторе пойдут хорошо, эта компания тоже может выстрелить процентов на 100%. И продал индекс ВИКС, индекс страха, индекс волатильности. Продал его тоже с минусом 7%. Хотя минус в моменте был 20%. Он тоже отскочил на 13% в понедельник или во вторник. Мои ставки по-прежнему вниз. И они оправданы. Давай посмотрим на технику. Технический срез, например, 2018 года. Красивый тоже был восходящий канал, из которого мы вывалились в конце прошлого года. Падение на 25%. Сейчас еще круче картинка рисуется. Широкий такой клин. Да, у нас попытки отбой от верхней границы с целью нижней границы, нижней границы, отметки 3000 пунктов. В принципе, это пока вот в рамках коррекции. Чего я жду? А уж если 3000 пробьем, то там уже практически обвал до 2800. Василий, я, конечно, возможно, подпорчу тебе настроение, но меня смущает вот эта свечка. Я разбираюсь в свечном анализе, если кто-то еще в этом сомневается. И она говорит о продолжении бычьей тенденции к уровню 3300, как минимум. Ну давай, да, отчасти ты права, потому что если из клина мы выем наверх, конечно, мы добьем до верхней границы вот этого долгосрочного восходящего канала, который берет свое начало с 2008 года. Ему практически 10 лет, и действительно, мы можем дойти до верхней границы. Но, Яночка, время покажет. А еще она скоро ждет ралли Санта-Клауса. Но это случится чуть позже, а сейчас я хочу напомнить нашим зрителям о том, что все сделки мы совершаем с Василием через приложение Тинькофф Инвестиции. Его вы можете скачать через Google Play или App Store. Ну а все наши сделки, состав портфеля виден также в соцсети Пульс. Подписывайтесь. С моим портфелем все по-прежнему хорошо. Он растет, увеличивается прибыль. Сумочки, мне не хватает, блядь. Рынок, рынок вот этот, скоро рухнет. Достал ты уже со своим рынком, скоро рухнет. Не рухнет он, не поможет тебе эта голова. Я ее в конце года вообще сниму, понятно? Зарезу на эту стремянку и сниму. Коррекции так пока и не случилось, и вряд ли и случится. А вообще я верю в ралли. Яночка, ралли – это миф. Сейчас мы с тобой это обсудим. То есть ты мне скажешь, ты по-прежнему веришь в новогодний ралли? Очень верю. И аргументики есть? Минимум пять. Давай так, статистически, сколько было растущих в декабре за последние 19 лет? Не смотри, подожди. Ну расскажи, сколько. Так вот сама посмотри. Мы видели ралли за 19 лет в шести всего лишь случаев. Шесть растущих декабрей мы видим, шесть при этом падающих декабрей, и шесть декабрей нейтральных, когда динамика по итогам года была нулевая или около нулевой, полпроцента. То есть статистические закономерности мы видим, что особо-то и не работает. Но есть одна очень интересная закономерность, маленькая, но интересная закономерность. Декабрь всегда растущий в тот год, когда весь год растущий. Когда вплоть до ноября рынок рос и показывал хороший результат. И в этом есть суть, потому что управляющие хедж-фондов, ПИФов, частные управляющие, все хотят под конец года получить больше, больше бонусов. И рискуют деньгами клиентов для того, чтобы был лучший результат, и докупаются активами. Кстати, они докупаются еще за подлотими акциями, которые весь год росли, они перегреты, но они будут их еще больше разгонять, чтобы получить свой бонус. Сейчас у меня родилась инвестиционная идея. Подожди, подожди. Ну это не, понимаешь, сейчас управляющих на рынке, я смотрю, покупок вообще нет. То есть рынок переставляется только с помощью новостей, вбросов, твитов, Трампа и его помощников и так далее. Вась, я даже спорить с тобой не хочу. Покупок нет. Я это прекрасно тоже вижу и понимаю, и прислушиваюсь к тебе. Рынок и не падает, и не растет. И причин на это практически на данный момент нет. Но ты забываешь одну вещь. Это 15 декабря, ключевая дата, когда уже все поймут, что будет дальше. Ну, по крайней мере, до конца 2019 года. Что касается пошлин, будут введены они со стороны Трампа или нет? Ну, здесь гадание. Он не будет, но он не будет портить настроение своим избирателям. Возможно, это гадание. Но, пожалуйста, дай мне пояснить. Американцы – инвесторы с пеленок. У них создан инвестиционный климат. Фонды, законодательства, институты – все на их стороне. Учат бэби-бумеры поколения Икс тому, что нужно зарабатывать и инвестировать. Снимаются огромное количество фильмов про хедж-фонды. Уоррен Баффет, про то, как заработал Джордж Сорос. Все это только и стимулирует их для того, чтобы они зарабатывали большие деньги. Более того, если, например, владельцы Apple, я думаю, айфонов, многие заметили, что у них уже и встроено приложение «Акции». Знаешь почему? Вот вряд ли. Потому что каждый третий американец хочет знать, что происходит с мировыми финансовыми рынками. Именно поэтому у американской корпорации это приложение встроенное. Есть аргумент против? Аргумент против один. Домохозяйство сейчас погоду на рынке не делают. Даже если совокупно, они все сейчас оставшиеся захотят купить рынок, они его не сдвинут даже на полпроцента. Это все капля в море. Рынок растет последние два года. Основной покупатель на рынке кто? Последние два года. Основной покупатель на рынке. Сами компании. В том году на триллион долларов, в этом году на 850 миллиардов. Что такое обычный домохозяйство, обычные физики? Это капля в море, которая не делает погоду на рынке. Ну, никак. А уж если говорить про реальную ситуацию среди физиков, долг домохозяйства в Америке, простите, там тоже под десятку триллионов долларов. Поэтому нет, это не аргумент. Это не аргумент. Рынок перестать можно реально только новостями, и то, на которых просто рынок замирает. Ну, его держат, и мы с тобой об этом говорим постоянно. Посмотри, что в мире творится. Просто трясет весь мир. Там Аргентина, Бразилия, ЮАР, уже везде отток капитала, развивающиеся рынки уже везде трясет. Но Америка растет. Ну, Америка растет. Ты сам себе предотвращаешься. Я отчасти согласен. Единственный плюс – это то, что реально бабки выливают, все. Хорошо, хорошо. Сейчас мы с тобой гадаем. Сейчас гадаем, будет ралли или нет. У меня есть аргументы. За то, что ралли Санта-Клауса случится, ты в него мало и слабо веришь. Плюс ко всему ты отстаиваешь свои позиции по портфелю. Давай будем честными. Предлагаю тогда перейти в сути. Давай не будем делать ставки на новогодние ралли. Не знаем, оно будет или не будет. Никто не знает. Давай лучше выберем те компании, которые гарантированно выиграют от новогодних праздников. Ну, вот эту идею я поддерживаю. И, соответственно, здесь получается, если будет новогодний ралли, я думаю, что они тоже выиграют и тоже поднимутся. Либо не сильно упадут. А если рынок будет вдруг падать в ближайший месяц, то в любом случае эти акции должны взлететь уже в январе или феврале по факту выхода хороших отчетностей. Поэтому, давай так, кто, на твой взгляд, выигрывает от новогодних праздников? Тебе не очень понравится. Мне кажется, что перегретые бумаги Apple еще могут подрасти. Этот аргумент звучал за ралли, и его можно включить еще и за рост данных бумаг. Нет, но эта тварь может подрасти, потому что у них до конца года байбэк, который они объявили там на 80 гердов. Не только байбэк. Какой придурок будет покупать компанию, блин, у которой просто даже в последнем квартале, просто и год, год и квартал, квартал падает прибыль? Вась, все это видят. Ну, какой в своем уме? Это мы видим. Кроме Тима Кука, идиотов, наверное, в жизни нет. Падение прибыли, падение выручки, безусловно. Но в этой компании сидят не дураки и активно развивают другие бизнес-направления. У тебя новый телефон? Они запустили в этом году стриминговый сервис. Новый телефон, стриминговый сервис, Apple TV, который станет конкурентом Netflix. А ты меня не перебивай, ты лучше послушай аргументы. Если ты с ними не будешь согласен, приведи контраргументы. А пока послушай, не надо меня троллить. Далее, есть еще одна причина, по которой бумаги могут подрасти. Это звонки Трампу. Помнится мне, что ты нашим зрителям рассказывал о том, что есть только один человек, который может ему звонить. И это, напомни? Тим Кук. Но? Думаешь, не позвонит? Позвонит. Более того, все хотят iPhone. Ну, многие. Ладно, сейчас утрирую, что все. Многие хотят iPhone. Ну, я не согласен, что... Вот давай, до Нового года компания может подрастить. Это один из самых желанных подарков. Слушай, это просто... Если мы разбираем акции сейчас, а не выручку от новогодних праздников, да, то сейчас акции можно до конца года чувствовать, наверное, реально лучше. Ей тянули весь год, и ей могут дотягивать еще весь год, согласен. Ну, поживем, увидим, давай посмотрим на операционный результат. Выручка. Давай поспорим с тобой, не знаю, на что-нибудь. Выручка Apple за последний квартал, за четвертый, куда войдут праздники, да, год к году не вырастет, а упадет. Давай поспорим. Нет, не такая постановка. Ну что? Не такая. Вырастет, либо не упадет сильно. Нет, мы говорим о прибыли компании за четвертый квартал год к году сравним. В этом году за счет новогодних праздников компания заработает меньше, чем в прошлом году. Готова поспорить? Ну подумай, потом за кадром обсудим. В туарах. А еще идеи есть? Ну, раз ты так топишь против Apple, предложи мне что-нибудь. Ты же у нас аналитик. Разбираешься в том, когда и в какое время падал и рос американский фондовый рынок. Посоветуй, ну какие бумаги? Вот мне лично. Ну вот я смотрю на твои лямки, у тебя Эмейз. Кроме вот Эмейзена, Эппла, Алибабы, ты до буквы «Б» еще не доходила ни разу? Мне кажется, если ты будешь продолжать в том же духе, я дойду до буквы «П». Смотри, кто гарантированно выиграет на новогодних праздниках? Сервисы бронирования отелей. На Новый год кучу людей ездят по всему миру. Ну согласись, и бронируют кучу разных отелей. Китайцы там их фиг знает сколько едет, у них Новый год чуть позже. И то же самое пользуются одними теми же сервисами. Здесь, конечно, лидер в этом сегменте Booking.com. Ну просто не все акции представлены на рынке, не у всех дела хороши, но у Booking.com шикарные результаты, стабильные операционные результаты. Все круто в этой компании. Поэтому этот сервис, ну по-любому же логичный, логика. Вась, я тебя услышала, но смотрю на цену, и неужели ты думаешь, что кто-то будет тратить на одну бумагу 1923 доллара? Когда можно вложиться в более перспективную компанию и достаточно дешевую? Например, ритейл. Слушай, ну да, дороговая-то акция, могу что-нибудь сейчас другое подобрать. Но просто все равно динамика, посмотри, 2017 год начался с роста, 2018 год начался с роста, 2019 даже год тоже начался с роста. Хотя потом был в январе провал. Но просто, по крайней мере, мы видим, что динамика там января пока у компании позитивная. Хорошо, в пределах 100 долларов есть какая-то компания? Окей, ну давай так, если не сервисы бронирования отелей, которые выигрывают, сайты знакомств, они тоже выигрывают от новогодних праздников. Но у нас тут крупнейший кто? Ну, Мэйдж Групп мы разбирали, и Тиндер, да? Это крутая тема, но там больше по День Святого Валентина даже стоит покупать. Хотя, может, и сейчас. Есть Фейсбук, но у него как раз и от рекламы идет больше прибыль за счет новогодних праздников. И тоже люди там пытаются знакомиться, что-то коммуниции. Но, слушай, не хочу эти компании разбирать. Есть одна, которая мне понравилась, потому что у нее охренительная закономерность. Это все-таки китайский сайт знакомств, ну, компания Мома. Давно я за ней не смотрел, и когда, слушай, взглянул, буквально вот вчера, и посмотрел динамику за последние несколько лет и закономерность. Посмотри, что было в 17-м году с января по лето, первые пять месяцев, вертикальный взлет на 30-40%. Аналогично было с января 2018 года взлет на 30-40%. И аналогично было с января в 2019 году. Четыре растущих месяца в четырех годах подряд. Ралли начинается с января. Такое ощущение, ну, у китайцев Новый год чуть позже. Наверное, китайцы все знакомятся, чтобы поехать вместе отдыхать. Это, безусловно, классная идея. И бумаг достаточно привлекательного по цене, 36,81. Но вот когда люди встречаются, знакомятся, что происходит? Влюбляются. Влюбляются. Ну, там это дети, потом в это все. Правильно, появляются дети. А мы же говорим сейчас о том, как заработать на Новый год. Ты забываешь о том, что родители дарят своим детям подарки. Подарки. А какая компания может от этого выиграть? Самая популярная. Ну, например, на российском рынке это детский мир, да, условно. Ну, а в Соединенных Штатах Америки это Дисней. Дисней это игрушки, сериалы, фильмы. Более того, под конец текущего 2019 года выходит последняя сага «Звездных войн». По-любому побьют кассовые сборы. И у меня для тебя есть небольшой сюрприз. Ребята, а можно реквизит? Спасибо. Даже тебе красненький? Красненький. Красненький. И это еще одна причина для роста данных бумаг. А знаешь, еще какая есть? Для того, чтобы нашему зрителю было понятно, например, и России. Детский мир зарабатывает. Но когда вы заходите в этот магазин, вы видите Лего с наклейками «Марвел». И это тоже Дисней. И на этих продажах они тоже получают свои бонусы. Слушай, ну Дисней, давай так, это компания, вот одна, с которой мы вместе сошлись во мнении, это единственная компания пока что там. И я ее рекомендую покупать с самого первого эфира этого шоу. Дисней. Потому что я на нее делал ставки еще с прошлого года, потому что запуск стримингового сервиса. Все. Для меня это было основание. Давай вместо мизинчиков мечами. Все, мы сошлись на Дисней. Не является инвестиционной идеей. Инвестиционной рекомендацией. Рекомендацией. Прирост в случае хорошего отчета будет не столь большой. Ну на 3% акций подрастут. На 5%. Но Дисней и Эппл, они не вырастут на 30-40% в случае неожиданных позитивных результатов. Но есть такие сегменты компании, которые могут стрельнуть, блин, десятки процентов. Интересно, оно вот так воткнется? Подожди, я тебя воткну потом. Фаталиц. Есть же сектор, который точно, бабский сектор, который вот точно взлетает под Новый год. Не бабский, а женский. Хорошо, женский, попрости, пожалуйста. Женский сектор, всякие вот это вот парфюмерия, косметика, лосьончики, всякая хрень. Вот мы или брендс разбирали. Есть еще Коти, есть Ульта Бьюти. Почему эти компании хочешь взять? Они реально в случае... Почему не хочу? Так ты мне расскажи, почему я могу их взять не только я, но и наши зрители. Ну вопрос, ты веришь, что вот эти вот компании... А что в них входит, вот в эти марки? Что в них входит? Вся женская. Косметика, парфюмерия и все остальное. Вот я помню, слушай, в том году Коти взлетела, по-моему, на 35 или на 40% на квартальном отчете после Нового года. В этом году плюс-минус может повториться то же самое. Эль Брендс просто у меня в портфеле есть. Я уже купил эту компанию. Я тебе предлагаю одну из трех купить. Ульта Бьюти, Коти или Эль Брендс. Ну хотя бы Коти или Ульта Бьюти. Это две одинаковые компании. В случае, если они порадуют, они взлетят на 30-40%. Хорошо, я же не говорю о том, что это плохая компания. Я просто не хочу их брать. Ну хорошо, остановись тогда на чем? Ты что? Беру Эппл. Ну не надо, Эппл. И, возможно, Амазон, который ты продаешь. Но это только возможно. Амазон, Эппл, Али Баба. Посмотрим на следующей неделе. Хорошо, я все-таки сделаю ставку. Эль Брендс у меня уже есть. Этот сегмент неинтересен. Букинг дорогая, не хочу брать. Возьму на коррекцию обязательно. Обязательно так же, как и AMD, и Samsung. Эти компании тоже по этому портфелю. Как только случится коррекция или обвал, что угодно. Но под Новый год я все-таки возьму идею, компанию Мома. Китайский сайт знакомств. Но 4 года, а потом через год купишь бумаги Детского мира. Детский мир, слушай, шикарная тема. Здесь все хорошо, Детский мир, и выручка хорошая. Согласен, но акции не дешевые, поверь мне. Хотя в январе-феврале могут еще и подорожествовать. Но мы делаем среднесрочную ставку и говорим о тех компаниях, которые могут выиграть. Ну что, давай приступим к покупкам. Давай. Я беру бумаги компании Apple. Цена текущая 267 долларов. Не надо. Не бери Apple. Только не тыкай в меня этим мечом. Так, давай посмотрим, сколько можно взять. Давай 5. Все готово. Не нервничай так. Подводить итоги будем. В феврале. В феврале. Далее. Дисней. Вот Дисней хороший. Дисней я возьму тоже 5. Поскольку и доступно мне только 5. Денежки кончаются. Либо зарабатывать нужно, либо у тебя еще лям просить. Все, я купила. Дам лям, когда рынок упадет. Или деревянная лошадь обосыдается. Не знаю. Дам лям. Попозже. Что купить? Мома. Я добавлю в портфель эту компанию. 27 лотов. Как раз получится на ровно на 1000 долларов с копейками. 1020. Все. Еще одна инвестидея с прицелом на месяца 3. Оценили приложение. Приложение крутое. Спасибо. Не оценил. Опять. Ну что, Яночка? Ставки сделаны. Ставок больше нет. Нет, в очередной раз. Блин, и денежки кончаются. Нужна коррекция, капец. Хоть шлям, нужна коррекция. И сумку. И сумка. Все. Рынки продолжают расти, а мир продолжает трясти. Еще недавно с Василием мы обсуждали напряженную ситуацию в Гонконге. А сегодня уделим отдельное внимание Франции. Парализована почти вся Франция на этой неделе. 800 тысяч человек вышли на улицы, недовольные реформой пенсионной. А недовольные, кстати, с ней почти полтора миллиона человек. Вы спрашиваете, как это может отразиться на рынках? Пока затишье. Но давайте вот просто вы как обыватель приедете во Францию, заходите сходить в ресторан, он закрыт. Хотите где-то поселиться, гостиница закрыта. Хотите уехать из Франции? Поезда не ходят, самолеты не летают, такси не ездят. Ну и, конечно, как результат пострадает и очень серьезно весь сектор услуг. Ну, конечно, все это отразится, наверное, в будущих отчетах компаний. Уже отражается и в рейтингах Макрона, которые активно стали после этого падать. То, что касается компаний, сферы услуг ты отметил. Давай выделим тогда ту, на которой уже сегодня все это отражается. Потому что компания Air France отменила 30% внутренних рейсов, а также междугородних. Досталось и Аэрофлот, в том числе они были вынуждены отменить рейсы из Москвы в Париж и из Парижа в Москву. На бизнесе Аэрофлот это не сильно скажется, но, тем не менее, это негатив. Ну, друзья, а самое главное событие недели, рыночное событие, да, это IPO Saudi Aramco. На рынке появилась самая дорогая компания в мире. 1 триллион 700 миллиардов долларов, именно сколько она оценена. Извини, извини, я тебя перебью. То есть, получается, цены на нефть держать уже смысла нет? Ну, посмотрим, кстати, да, логика твоя здесь присутствует. Я напомню, что Apple компания стоит 1,2 триллиона долларов, но Saudi Aramco 1,7 триллиона долларов. Кстати, побито было два рекорда. Она привлекла еще максимальную величину в рамках IPO. Твоя любимая Alibaba привлекла 25 миллиардов долларов в рамках размещений, а Saudi Aramco 25,5, переплюнув Alibaba. 25,6. 25,6 миллиардов долларов, причем разместив все полтора процента. Мы по-любому будем обсуждать эту компанию еще в будущем, впрочем, как и цены на нефть. И в одном из следующих эфиров мы хотим все-таки сравнить даже нефтегазовый сектор российский и американский. Потому что, на мой взгляд, российский нефтегазовый сектор, который был лидером роста в этом году, который вытащил именно российские индексы просто в космос, потому что российские индексы в этом году тоже в лидерах роста. На мой взгляд, просто все нефтяные компании слишком перекуплены, а американские по сравнению с ними смотрятся намного привлекательнее. Причем дивидендная доходность в Америке та же 5-6 долларов. И уж если еще раз посмотреть на динамику российского индекса московской биржи, с начала года хороший, тоже восходящий канал мы видим. Но сейчас коррекция от верхней границы к нижней до отметки 2800 пунктов, я думаю, реализуется. Ну а если вдруг случится пробой канала вниз, друзья, то, конечно, мы будем говорить о более существенной коррекции на 15-20%. Так что пока не торопимся покупать российские активы. Ну а в фокусе внимания у нас, как ты думаешь, кто? Трамп. Дональд Трамп. Дональд Трамп, который в очередной раз отжег. Отжег на мировой арене. Ну, кстати, да, в понедельник просто прям, не знаю, что-то, наверное, не с той ноги, наверное, встал, потому что наехал практически на весь мир. Началось все с Аргентины. Несколько лет назад началось все. Началось все с Бразилии и с Аргентины. Он обвинил страны в искусственной якобы девалюации национальных валют. Хотя валюты падают по причине оттока капитала и по причине того, что ситуация в экономике ухудшается. А этим утром глава Минфина Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин заявил, что курс доллара определяет рынок и никто им не манипулирует. Охранительно. Как мне вот эти нравятся двойные стандартные. Если вообще весь мир видит, как Дональд Трамп каждый день пишет в своем твиттере, давит на ФРС, мол, опускайте ставки дальше вниз, мне нужен более слабый доллар. А Мнучин говорит, нет, курс доллара определяется рынком. Нет, он определяется Трампом, его хотелками. И реально это достали эти двойные стандарты. В понедельник, вторник у нас хороший был обвал на фондовых рынках. Два дня падали, падали почти... Так его выкупили сразу на одной новости. Подожди, новость была какая-то фейковая. Еще раз я просто хочу дать понять людям, на чем мы падали. Трамп обозлился на весь мир. Вел на Аргентину и на Бразилию пошлины на мете сталь. Наехал на Францию на 3 миллиарда долларов, обложил пошлинами экспорт из Франции. Ну там, конечно, это мало 3 миллиарда, но тем не менее. Наехал на Airbus за его доминирующее положение на рынке. И акции, кстати, Airbus упали на 5%, утянув Францию вниз. Но больше всего, конечно, меня поразило его заявление, когда он выступал в Европе. У него был турне в Европе. Что, мол, сделки с Китаем, возможно, не будет, друзья, до следующих моих президентских, мол, выборов. И вот это как раз и послужило таким финальным ускорением рынка вниз. Но в среду утром, в 11 утра, новость в Блумберге выходит со ссылкой на неосведомленные, мол, свои источники. Что сделка не отготовится, друзья. И она близка, и, возможно, будет, может быть, даже в этом году. А вброс этой новости появился именно в тот момент, когда S&P 500 достигла отметки в 3075. В очередной раз мы убедились, что рынок держит. Ну, держит, да, Мэкс. Об этой отметке еще неоднократно упоминали в предыдущих выпусках. Потому что действительно пробой отметки 3070 пунктов вниз. Быстро отправят индекс к отметке 3000 пунктов. А уж пробой этой отметки, соответственно, там вообще откроют дорогу до 2800. Держат, держат, твари просто держат. Причем, видите, на новостях денег уже в системе нет, не хватает, но новых особо не поступает. Поэтому держат банально на новостях. Ну, в любом случае, друзья, будьте аккуратны. Теперь есть четкая дата, четкий дедлайн абсолютно для всех. Это 15 декабря. Все теперь гадают, ведет Трамп дополнительные пошлины. Даже он не дополнительный, он хочет вообще весь экспорт китайский теперь обложить пошлины. Или не ведет. Как мы видим, рынок пока более-менее спокоен. Большинство участников рынка не верят, что Трамп пойдет на такой шаг, потому что это поставит полностью крест вообще на все сделки. Но это воскресенье. И будьте внимательны, потому что в понедельник может быть, конечно, либо обвал, либо все-таки мы затерк вверх на 2%. Либо очередной фейс. Слушай, ну мой, мой, вот логика у меня одна. Мы видим, как разыгрывается та же карта, что и разыгрывалось в августе месяце. Трамп давил на ФРС, чтобы он снизил ставки и запустил печатный ставок. ФРС не мог на исторических максимумах это все сделать. И Трамп специально усугубил ситуацию, усугубил торговую войну, чтобы у ФРС был повод запустить стимулы. И это сработало. Игра в хорошего и доброго полицейского, в плохого и доброго. И сейчас то же самое. Трампу нужно скорректировать рынки, поднять ставки еще больше, сделать коррекцию на рынках еще больше. Где-то в январе, может быть, в феврале роли не играть. Чтобы Федрезерв еще дальше снизил ставки и еще больше запустил печатный ставок. Как раз к его выборам, чтобы был растущий рынок. Если к выборам хочешь растущий рынок, коррекцию надо делать в ближайший квартал. Извини, пожалуйста, я пытаюсь тактично тебя перебить и подвести к тому, что это только твои ожидания. Ну и большинство... Ну это логика. Л-логика. Л-л. Логика. Ждем 15 декабря. И вот после этого ты уже будешь озвучивать свои ожидания. Хорошо. А пока готовимся к рождественскому ралли. Вась, у тебя постоянно одни эмоции. У меня вот реально складывается ощущение, что когда зрители смотрят, они не понимают, о чем мы говорим. Мы озвучиваем просто новости, фундаментальный анализ проводим. А когда ты говоришь, что Америка бахнется, даже у меня возникает вопрос, почему? Слушай, ну подожди, ты прекрасно знаешь, что сейчас 90% операций на фондовом рынке делают роботы. Маркетмейкеры, арбитражеры, алгоритмические фонды и так далее. 90% всех операций в России пока 75%. И ты понимаешь, вот еще раз, я работал во многих компаниях и прекрасно знаю, что такое алгоритмы. И что такое, как у алгоритмов задается параметр тренда. Вот сейчас рынок растущий, они выкупают любую просадку. Если рынок начнется падающий, он поменяется. У них все, сработает программа сейл, им без разницы, у роботов нет эмоций, они начнут продавать. Вот смотри, друзья, можно график, кстати, еще раз, на графике просто, чтобы было понятно, видно. Вот красивый клин, да? Вот был канальчик, мы из него вывалились и рухнули быстро. Сейчас клин, из которого выход, если состоится, это чисто техника. И обычным людям это должно быть понятно, ведь правильно? Теханализ многие сначала начинают изучать. Поэтому пробой клина вниз, мы можем отмерять как минимум 15-20% коррекцию. Но самое интересное в чем? 3000 пунктов, отметочка, она нижняя граница. А верхняя граница у нас 350 была там, да? 350, вот эти 150 пунктов, это 5% величина коррекции. А у роботов как раз и срабатывает сигнал продажи, то есть тренд меняется тогда, когда рынок отклонится как минимум на 5%. И здесь получается, что одновременно в игру вступят и технари, которые будут на пробой играть, и одновременно и роботы подключатся со своими гигантскими продажами, а ликвидности нет. Ликвидности нет, но и рынок держат, не позволяют ему упасть на 5%. Ну ты сама вот сегодня говорил, правильно, как защищать уровень 3,070 хотя бы даже. В том-то и дело. Так они же сами боятся, потому что если, блин, вот если это пробьешь, его потом не остановить, никаких денег не хватит. Или печатать надо будет в 3 раза больше. В принципе, может, конечно, они и начнут печатать, когда все начнут рушиться. У меня такой сценарий есть. Эй, не трожь медведя. Вась, ты не переживай, ты упадут твои рынки. Но после новогоднего ралли. Все, пойдем прощаться. Это было шоу «Деньги не спят» от Тинькофф Инвестиции. С вами был Василий Олейник и очаровательный Ян Азевич. Ссылочки в описании к этому видео. Да, и на колокольчик, а не забудьте нажать. Давай заново. Ну а что ты тупишь-то? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»